а так нечего все погнали кентембери велик улетел ну ладно он сразу встал на колеса по многому упасть у меня жизнь быстрее 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 не будем тратить наше драгоценное время так пока расскажу вам про так куда я вообще смотрю расскажу вам про как там это за инфильтратор или как он там называется автомат этот склероз инфильтратор все правильно револьвер биво дикаря инфильтратор отличается снайперским прицелом как мы видим и с виду увеличенный обоймой на самом деле обойма ничуть не увеличена как мы видим 24 патрона и также отсутствие приклада ну и конечно же глушитель глушителя немного решает в игре но все равно приятная мелочь вот так нам тут не особо то много пробежать осталось но все равно идти будь здоров чем в принципе квест можно выполнить не убив ни того не там не того из героев то есть в принципе просто договорившись с ним со всеми с кем с ним сейчас на секунду одну секундочку мне возникли маленькие проблемы ладно с ними я уже разобрался пойдем сейчас сразу так чтобы зацепить в угол нивнирники пока поиграем с оружием револьвер биво дикаря пукалка какая-то кстати самый мощный револьвер тридцать тридцать два тридцать два это калибр калибр не такой уж мощный но используется почему то в охотничьей винтовке ну в охотничьей винтовке он выглядит куда суровей вот в принципе и пришли так сейчас они им перебивают их подопечный попытается перебивать пункт о боже что здесь происходит прямо какой то вестерн м а а нифига если он моим м м м м слава м глупец. То, что человечество породило, стало его же погибелью. Теперь мир принадлежит мне, не мир Микке. Здорово, чувак. Тобой все в порядке? Тебя не задело, нет? Нет, все нормально. Наверное, надо бы извиниться за грубый прием. От этих двоих последнее время одни неприятности. Меня зовут Роу. Обычно называют дядюшка Роу. Добро пожаловать в общину Кентербери и во всем ее нынешнем великолепии. Так. А что тут было? Кто эти двои? Это... Это механисты, не мир Микка. Так они себя называют. Я понимаю, звучит по-дурацки. Не так давно не мир Микка на нас напала. Это я ту женщину с муравьями имею ввиду. Механист встал на защиту города со своими роботами. И все бы ничего, но их сражения становятся все масштабнее и отпугивают торговцев. А им никак не надоест. Ох, жить, ребята. Может я смогу помочь? Великолепно. Я знал, что ты нам поможешь. Ты что? Мне чуть-чуть это сразу подсказало. А я в таких вещах ни разу еще не ошибся. Найди, где прячутся механисты, не мир Микка, и уговори их прекратить эту войну или еще что-нибудь придумай. Получишь 200 крышек. Вообще-то достаточно остановить одного из них. Теперь, кажется, они появляются в Кентербери только чтобы подраться друг с другом. Да уж. Добавь еще столько шеи по рукам. Это большая сумма, знаешь ли. Ну, раз уж мы сами не в состоянии справиться с проблемой, пусть так и будет. Договорились. Но я хочу увидеть результаты. Челка нельзя как в обливине раздаривать деньги. Как бы это? Постарайся разобраться потише. Нам и так хватает недоделанных героев, устраивающих разборки на улице. И еще одного нам не нужно. Да ладно, что уж ты прям... Что-то не хочешь. Так. Адостью, если это поможет. Можешь что-нибудь рассказать с ними? Однажды одна психичка привела в город стаю муравьев. Она заявила, что человечество мертво, и муравьи будут править миром. Ну и все такое прочее в том же духе. Но это дало дому достаточно времени, чтобы немножко пострелять по муравьям. Она сбежала, но с тех пор регулярно устраивает такие набеги. Поначалу от нее вреда было мало. На самом деле, сперва нас это даже веселило. Всем в городе было о чем поговорить. Но когда с ней начал воевать механист, все стало куда хуже. Муравьев отстреливать нетрудно, но прибавь к ним роботов с лазерами и станет не до шуток. Да уж, такое нет. Механистам... Когда-то механист был механиком в нашем городе. Скотт Валинский вообще тихоня, но со всякими гайками и спайками просто зверь. Боюсь, Скотт принял это слишком близко к сердцу, потому что склепал себе металлический костюм и назвал себя механистом. Сказал, что поведет армию роботов на бой с Немирмикой. Боюсь, Скотт принял это слишком близко к сердцу, потому что склепал себе металлический костюм и назвал себя механистом. Сказал, что поведет армию роботов на бой с Немирмикой. Теперь он на свое имя даже не отзывается, а его армия роботов гораздо опаснее для города, чем муравьи. Хм, ладно Твой племянник Дерек Ладно, короче, суть в том, что нужно Пойти сейчас к Дереку И расспросить Он, кстати, скажет Что тут есть какой-то засранец Который якобы знает про то, что О прошлом не мирменьке Так, где Дерек-то? Мачете Джо Портер Доминик Мачете Да, не удивляйтесь, это Мачете Но ничего общего К К человеку из фильма Она не имеет А имеет она общего только к человеку Из Вернее, даже не к человеку, а к людям Из Литву Ланфайта Я так постарался Отлично, привет, пока Меня зовут Мачете И у меня есть дела поважнее, чем трепаться с тобой С дороги Угу, восприятие Тебе так Точно Я была самым лучшим защитником в Лэмплейте Я заработала свое прозвище, когда отбилась от кротокрыса ножом размером с мою руку Когда я ушла, то решила, что ну его этот большой город Пришла в конце концов сюда Дом нанял меня охранником Такие дела Угу, классно Так Пока Где-то вот племенник Разбежались Ядрём Вот он Эй, привет Сральник Так Так, сходу и сральник сразу Ага Где твой племяш шляется? Вряд ли здесь Ладно, тем не менее Дерека, дерека Ладно Принимая единственное правильное решение Нужно подождать Так, подождали Похоже, хоть что-то доизменилось Насколько я понимаю, что всё-таки что-то доизменилось Крайне мере, стало светло Пять часов утра Да уж, блин Не густо тут народ в пять часов утра Рад тебя видеть Ой, блин, как вам это, как вам это Немирмика, типа ему Ужасайся А механист в ответ Остановись, злодейка Да, заметно, расскажи их Немирмика, она злая суперзлодейка Она хочет стереть людей с лица земли При помощи муравьёв А механист защищает нас от неё Всё со своими роботами Когда они сражаются в городе Это просто офигеть Лазеры, драки, кровь повсюду Это просто чума Только дядя говорит, что мне надо дома сидеть, когда они дерутся Говорит, это опасно Это очень серьёзно, Дерек Вот фигня Да уж так, жизнь здесь непростая, я смотрю, а Ты тоже считаешь, что они прикольные? Они пока никому вреда не причинили Ну, так, чтобы большого вреда Дом и мачете разгоняют всех по домам, когда они начинают битву Правда, я иногда выбираюсь, чтобы посмотреть на них А вот торговцам, рейдерам и роботорговцам Немирмика и механист не нравится Говорят, что они мешают бизнесу Но это глупости Муравьи и роботы их на клочки раздерут Вот будут знать Так Что ты знаешь о Немирмике и механисте? Ага, а я Вечность, а в чём их суперсила? У них есть соблюсти? Это просто Костюм Немирмики делает её мега ловкой Но без неё муравьи наверняка задохлики Главное, берегись её королевской охраны Роботы-механиста намного круче А его костюм придаёт ему супер-ум А слабости у него, наверное, и нет Ну, может, одна Поскольку он хороший парень, он не настолько бессердечен, как Немирмика Кажется, он никогда не причиняет вред невинным вроде меня Если может Хорошо Так они Немирмики Я о ней почти ничего не знаю Ну, разве что, что она очень-очень-очень не любит людей Но это даже прикольно В смысле, иногда люди полные козлы Думаю, её логово где-то в пещерах к югу от города Я несколько раз видел там её муравьёв Джо Портер говорил, что он что-то о ней знает Но дядя не позволил ему мне рассказать Говорит, не нужно провоцировать бедного мальчика Ладно, короче, это всё вы сможете прочитать сами Суть не в этом Эй, шевелись Джо Портер Эй, ты впервые в городе? Почти как Джон Картер Я удалось выбрать для этого самый лучший день, это точно С этими придурками снаружи Вот, держи выпивку за счёт заведения Добро пожаловать в Кентербери Меня зовут Джо Портер Я тут слежу за тем, чтобы добрых людей кормили вовремя Спасибо, Джо Здесь у вас неплохо местечко Мы стараемся То есть Дом и Роу стараются А я просто хорошенько кормлю их, чтобы они и дальше старались Если проголодаешься, заходи в закусочную у Дот Мы берём немного Правда, халявы больше не будет Ну ладно Ну и что-нибудь они и мирники, и механисти Кроме их идиотских кличек? Вообще-то, может быть, я и знаю что-то полезное Один торговец рассказывал, что когда-то знал похожую девчонку Всю её семью уничтожили муравьи Незадолго до того, как у нас объявилась эта девица Но её тело так и не нашли Он сказал, её звали Таня Кристоф Может, это и есть наша красавица Немирмика? Скорее всего, так оно и есть Так, что у нас в городе есть где? Рассказать, что меню мне пора пока Хера, на богу, шарова Я только успел переключиться, она уже всё съела Или под стол убрала Ладно, хер бы с ней Зато я теперь знаю многое На завод заявляться сам не будем В принципе, там есть только одно интересное Это не кого-то свой выход Ну-ка, посмотрим наши показатели Что-то ещё не статистика Спешил на выкид Так, так, так Я на окружу стол Ну, нахер мне не нужно Всё, в пизду, короче, не пойдём Пошли Иди сюда Можно, в принципе, сейчас Прятаться от всех, ныкаться Как бы, благополучно У нас это неплохо получится Если нужно будет Но, в принципе, я считаю, что смысла Никакого в этом и нет Ага, вот она и мина на входе Обязательно не прозевайте Здесь мы сразу видим растяжку Не знаю, нахера она здесь Видимо Немирмика здесь хранит Свои медикаменты Ну, конечно, где их ещё хранить Как мне рядом со шваброй Ладно С этой проблемкой мы маломарски справились Дальше спускаемся вниз Так, что ещё можно найти интересно на заводе Сразу вам расскажу На заводе полно патронов и металлолома Если мы собираем металлолом, тогда неплохо позвивиться туда Да, скорее всего, я всё-таки зайду на завод и заберу металлолом Он вам ещё пригодится Там много деталей для различных Для различного самодельного оружия Сейчас мы так расправимся со всей охраной Ну, втихую Будем ныкаться, когда надо И всё Свет желательно не включать Потому что это может привлечь Противника Само собой Откуда вдруг в тоннеле Ни с того ни с сего Возьмётся Би-бой Двдобавк светящийся Надо было в голову стрелять Угу Эй, парень Откуда Ни фига себе Крепкий какой Из двух выстрелов Из стелса Угу Так Всё, можно сохраняться Привет Тебе удалось В конце концов Проникнуть в царство Немирмики Да нет, вся консунация Таблетки перепела Это не механист Ли тебя послал Скоро он узнает Что никому не совладать С моим полком Боевым муравьём Нет, пока он меня не послал Ну, начинай объяснять Почему бы мне не приказать Чтобы тебя растерзали на месте Угу Значит, ты просто так входишь И начинаешь командовать Время человечества истекло Вы вымерли, потому что не знали Ничего, кроме Ну, посмотри на благо Ладно Когда закончу Потрепалась, потрепалась И хватит Так, 42% Человечества наделал немало ошибок Но у нас ещё есть шанс У тебя тоже, Таня Возможно, человек Осторожно! Осторожно! Нет! Мать их ню Я видел свой ник Причём свой ник во врагах Это было страшно Таких вагов я ещё не видел Перезагружаемся Ладно Я знаю, как очаровать её Где она? Где она, моя откровенная пижома? Я покажу ей Что у меня есть? Эй, детка У меня в штанах граната Хочешь взглянуть? Итак Итак, взгляни Так Красопись Я хочу помнить На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Ты ошибаешься Люди Жестокие Вредоносные Твари Их Ничто Тьсток Их Ничто Я не могу Я не могу Вернуться Но не могу И продолжать Я не могу Быть такой Плохой Как они Пожалуйста. Думаю, я наделала ужасных ошибок. Если ты правда считаешь, что у меня есть шанс, отпусти меня. Я отдам тебе костюм. Больше никто не увидит Немирмику. Только прошу, дай мне еще один шанс. Хм. Конечно, удачи в новой жизни. Теперь у меня, похоже, у тебя шансов не осталось. Прошу оленю. Спасибо. Даже не знаю, как. Просто спасибо. Ага. Прошу просто оставить меня в покое. Я хочу оставить все в прошлом. Ммм. Сейчас можно будет получить уникальный блазер. Взгляд проектроном. Штука не пахаем. Кот сидит не пахом. Также является уникальным оружием в игре. Так. Лазим по пещерам. Вау! Бежим! Че, гранат много, можно побаловаться. Бум. Ну-ка посмотрим, насколько далеко улетит граната. Это че-то не как-то не густо. Как муравьят разнесло. Кстати, классная ступень с подсветкой. Наверное, чтобы никто не грохнулся, не сломал себе ничего. Вот еще мины. Здесь у нас есть стелсбой, чтобы прокраситься как раз мимо всех этих муравьев. Но мы им не воспользовались, потому что у нас есть китайская стелсовая броня. Кстати, интересно, эта штука взорвется. Сейчас посмотрим. Вау! Взрывалась! Так, 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 так. Осталось сходить к механесту. Это не займет большого труда. Взрывалась! 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 Продолжение следует...